Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. Открытый доступ к научным публикациям является очень распространенной практикой, которая позволяет генерировать новые идеи и стимулировать творческий потенциал. Но то, что находится в открытом доступе, это не означает, что его можно использовать бесплатно и без разрешения правообладателя. Все, что находится в интернете, все защищается авторским правом. Но существуют произведения, которые распространяются под свободными публичными лицензиями. О том, что такое свободные публичные лицензии, мы поговорим в этом видео. Пускай вас не вводит в заблуждение слова «открытый доступ» и «свободные лицензии». Это не означает, что вы можете использовать произведения, как вам заблагорассудится. Существует международная некоммерческая организация Creative Commons, которая создала шаблоны лицензий, под которыми правообладатели могут распространять свои произведения на определенных условиях, которые им подходят. Свободная публичная лицензия – это общедоступный договор, который разрешает лицу, который присоединился к нему, использовать произведения на определенных условиях, которые прописаны в этой лицензии. Эти лицензии помогают заранее дать правообладателю разрешение неограниченному числу лиц на использование его работ. Простым языком существует несколько шаблонов лицензий. Правообладатель выбирает ту, которая наиболее подходит по условиям к его деятельности и использует в своей работе. Но не стоит путать свободные публичные лицензии и лицензионные договора. О лицензионных договорах мы более детально говорили в нашем предыдущем видео «Сделка на миллион» или «Как правильно заключить договор между автором и издателем». Да, их принцип действия практически одинаковый. Одно лицо дает разрешение другому на использование своих материалов на определенных условиях. Но свободные публичные лицензии заключаются с неопределенным кругом лиц, то есть публикой, пользователями, которые заходят на сайт и знакомятся с материалами, а может в дальнейшем и используют в своей деятельности. А лицензионные договора заключаются между автором и издателем, то есть автор разрешает издательству публиковать свою работу на его страницах или в интернет-ресурсе на определенных условиях, которые прописаны в договоре. Повторюсь, цепочка действий следующая. Сначала автор заключает лицензионный договор с издательством. Издательство публикует научную статью на страницах интернет-журнала в свободном доступе и разрешает ею пользоваться посетителям сайта на условиях одной из лицензий Creative Commons. Практика использования произведений под лицензией Creative Commons очень распространена в ЕС и США, но у украинских пользователей могут возникнуть с этим небольшие трудности. Например, если вы хотите перепечатать работу, которая распространяется под лицензией Creative Commons и выдать тиражом в тысячу экземпляров, то вам лучше непосредственно обратиться к правообладателю и заключить договор, в котором детально будут прописаны цена, сроки, условия распространения и объект интеллектуальной собственности. В любом случае, если у вас возникают вопросы, то лучше проконсультироваться с юристом, который предупредит риски и грамотно оформит сделку. Не пропускайте новые познавательные видео, следите за обновлениями канала, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона. Продолжение следует...